Здравствуйте, с вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа поможет вам понять и полюбить классическую музыку. 2013 год назван ЮНЕСКО годом Верди и Вагнера. Оба они родились 200 лет назад. Оба сумели изменить историю мировой музыки, а в чём-то даже историю своих стран. Как им это удалось, попробуем узнать у моих гостей. У меня в гостях певец Сергей Леферкус и музыковед Дина Кирнарская. Здравствуйте, Дина. Здравствуйте. Я с удивлением узнала, что этим летом в Мюнхене был организован флешмоб. Организаторы которого назвали вот эту акцию «Вы за мозг или за сердце?» Значит, призывались. Мы дружно спьёмся уже. Предполагалось, что те, кто за мозг, то есть вагнарианцы, наденут на себя синие футболки, а те, кто за сердце, назовём их вердианцами, наденут на себя красный футболок, цвета крови. Потом все они должны были выйти на площадь и в ближнем бою выяснять отношения. Не знаю, чем это закончилось, но это была абсолютно серьёзно продуманная, это не анекдот, это серьёзно продуманная вот такая вот была акция. В чём суть этого двухвекового конфликта? По-моему, очень правильно сказали насчёт мозга и сердца. Действительно, Вагнер выводит на сцену понятия. Это его великое открытие. На сцену можно вывести понятия. Чести, доблести, геройства, добра, зла, жадности, власти, чего угодно. И превратить их в всепобеждающие символы. А, Верди, тогда что выводит? Человека. Нас с вами. Нас с вами он выводит. Он как бы прощается так очень крупно и широко с темой всего XIX века, всего романтизма. Он прощается с человеком, сопереживая и сочувствуя безмерно. А Вагнер наоборот. Сила, мысль, мировые сущности, которые никогда не умрут и никуда не денутся. Они не нуждаются в нашей жалости. Давайте вначале послушаем просто, чтобы музыка зазвучала в студии. Хор пленных иудеев из оперы «Набуко» в «Аппенсьеру». Пожалуйста. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Как вы считаете, совершил ли Верди в чём-то революцию в искусстве и в чём она заключается? И, соответственно, Вагнер, помимо того, что он просто непосредственно участвовал в Дрезденской революции, как участник, да? Но в чём заключалась его революция в искусстве? Каждый на своей территории. В чём это дело? Ну, я бы сказала так, что Верди, как наследник Бельканто, итальянской знаменитой школы, вывел на сцену зло. Раньше зла не было в опере. Несмотря на то, что, скажем, там, лючия, да, казалось бы, тоже трагедия, там, смерть и всё что угодно, а музычка-то красивая. То есть она такая сладкая всё равно. И то, что она сошла с ума, ну, так сюжет вроде. Сказали бы, что не сошла, да тоже хорошо. То есть, вроде бы, тоже ничего. То есть красота превалировала абсолютно вот в этом искусстве Бельканто. Не зря его называют прекрасным пением. Верди сказал, нет, зло есть, вот оно, смотрите на него. И вывалил его в огромнейшем количестве. И тут всё посыпалось. Страсти, столкновения, конфликты, настоящая жизнь. Он был первый, кто показал в опере истинную жизнь. Это ли не революция? Когда зло вышло на сцену в самых разных обличиях, в очень различных. А Вагнер стал смотреть вверх, в будущее, в 20 век. Он стал говорить о том, что человек-то человеком, но существуют мистические силы природы, которые, может быть, вселяются в нас или владеют нами. И вот посмотрите, искусство 20 века переполнено вот этой экосистемой гигантской. Вот аватар, птицы, океаны. Мы все говорим о природе. Мы не можем сегодня жить без шелеста леса, без вод Рейна. Мы не можем жить без этих стихий, которые впервые, впервые эти стихии одухотворил Вагнер. И вывел их тоже на авансцену. То есть он понял, что большая вселенная дышит своей собственной жизнью. И человек только часть её. И вот когда он это показал, то это была новая идея для второй половины 19 века. Так что каждый из них совершил свою революцию. Дело всё в том, что каждый из них совершил свою революцию на своём темпераменте национальном. Потому что не мог... На секундочку мы можем представить, что Вагнер родился в Италии. И написал вот такую музыку. Такого не может быть. И наоборот. Поэтому здесь присутствует итальянская идея освобождения того времени. И существует взгляд, устремлённый в будущее, основанный, опять же, на германской истории. Философии на всей. На германской философии. На германской идее объединения Германии. В чём разница принципиальная для вокалиста? Вот в звукоподаче, в звуковедении. В чём она заключается? Разница, во-первых, в понимании того, что ты делаешь. Потому что абсолютно разные школы. Вагнер действует сильнее. Он действует сильнее, потому что звук более целенаправленный. Он более как гвоздь, входящий в голову, не в душу. Потому что у Верди это гвоздь, входящий в душу. А Вагнер это гвоздь, входящий в мозг. Ну, конечно, да. Что требует абсолютно другого звукоизвлечения. Другого подхода, другой культуры, других традиций. Всего другого. Знаете, мне проще показать, чем рассказать, но... Сейчас покажете. Но разница именно в этом. Но самое интересное, что, например, если мы говорим о моём опыте личном, то я пришёл к Вагнеру раньше, чем пришёл к Верди. То есть я пел молодым. Я пел в Ленинграде, я приезжал в Большой театр со спектаклями. И в Верди спектаклями пел по-русски. Но это было другое пение. Потому что язык диктует свои условия. Первый мой спектакль был Ленингрин. Вагнеровский. А потом я уже в Ковангардене стал петь все остальные. И Трубадур, и Отелло, и Симон Баканегра, и Травиату. То есть я пришёл через Вагнера к Верди. Значит, опираясь вот на всё вышесказанное, мы сейчас с Диной посидим, а вы, Сергей Петрович, исполните то, что мне обещали. А именно, Сергей Леферкус споёт для нас романс Вольфрама из оперы «Тангейзер», а у рояля Артём Гришаев. Пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка но не любовь. А Верди одной любовью покрывает всё. Кроме любви он практически своим поклонникам ничего не внушает. И тут есть очень глубокие корни. Я вот сама задумывалась, почему действительно такой человеконенавистнический режим так прилип к Вагнеру. А в нём есть невероятная духоподъёмность. Вот даже знаменитый, вы все его, наверное, знаете, этот марш изгибели богов. Вот казалось бы, что мир похоронили. Мир похоронили, вселенную. Но в нём такой оптимизм, такая сила. И этот вот мотив меча прямо вылетает в этом самом... Да это не похороны, это триумф. У Вагнера ничего, кроме триумфа, никогда не бывает. Вот триумф воли. У него нет злой воли, у него добрая воля, у него воля разума. Огромная всеобъемлющая его сила. Но всё равно, даже он когда в миноре, он всё равно немножко в мажоре. И вообще он всё время вверх, вверх. Вы даже вот вспомните эти знаменитые секвенции из Тристана, да? Там вверх. Он хочет туда вверх. А Верди вниз. Вот вы послушайте вот эту Вапенсьеру. Несмотря на то, что этот хор в мажоре, там нисходящая тенденция. Такие пленные люди. Они пленные, да, они пленные. И даже мажору Верди немножко печален. Он настолько нам сочувствует, всем нам в этой юдоле скорби пребывающим, что он нас оплакивает чуть-чуть. И нашу любовь, и наши ошибки, и наши заблуждения. И вот эта его любовь к нам, мы её возвращаем. А Вагнер наоборот говорит, держись. Жизнь требует мужества. И в этом тоже есть большая истина. Пожалуйста, ещё вопросы. Дина Константиновна, опишите, пожалуйста, стандартного поклонника Верди и стандартного поклонника Вагнера, обычного слушателя. Дама, например, чувствительная, скорее бы любила бы Верди. Потому что он сам её любит. И вот посмотрите, как он любит женщин. Боже мой, мне кажется, никто так не любит женщин, как Верди. Никто. То есть, как он им сострадает. Все они жертвы любви, все жертвы страсти, все они умирают. Что Джильда, что Виолетта, что Аида. И вот такого сочувствия женщине вы вообще в искусстве не встретите. Я не говорю в музыке, ни в каком искусстве. А потому что он католик, Пресвятая Дева. Он мог и не верить, он мог быть сам атеистом, это не важно. Но культура Италии содержит такую основу любви к женщине, такого почтения к ней, что заливаешься слезами просто и умиления, и радости, и благодарности. А вот Вагнер, мужчина, Зигфрид, победитель, то есть воин, не боящийся препятствий, и мыслитель, философ. То есть вот всё, что мы думаем про мужчин хорошего, вот всё есть в Вагнере. И мужество, и сила, и уверенность, и философичный склад ума. Это всё есть. Лучшее, что есть в мужчине, это Вагнер. Лучшее, что есть в женщине, это Верди. Я бы так сказала. Мы постарались сегодня, чтобы в программе, что касается музыкальных фрагментов, было полное равновесие, и чтобы нами было проявлено одинаковое количество внимания и к Верди, и к Вагнеру. Перед тем, как послушать следующий фрагмент, я просто хотела зачитать маленький отрывок из того, что писал сам Верди. Потому что тут уже всё-таки надо поговорить о конфликте. Он-то был между ними. И ещё ого-го какой. Верди писал, если немцы, исходя от Баха, доходят до Вагнера, то они поступают, как подлинные немцы. Но мы, потомки Палестрины, подражая Вагнеру, совершаем музыкальное преступление, создаём искусство ненужное и даже вредное. Вот так вот он, так сказать, сидя у себя где-то в деревушке между написанием нескольких опер, рвал и металл по поводу влияния Вагнера на европейскую музыку, которая распространялась просто со скоростью чумы. Но сейчас послушаем как раз арию одной из страдающих героинь Верди, а именно арию Амелии из оперы «Балмаскарад». Пожалуйста. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok «Балмаскарад». ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне всегда очень Верди нравилось и казалось привлекательным, что его можно поставить в сам захудалом театрике. И даже с такими, ну, средними певцами. Ну как-нибудь, ну как, ну ничего, ну пройдет, ну пройдет. Потому что даже мы с вами можем прогундеть какую-нибудь арию. Не вы, Сергей, мы, мы, я себе. Мы можем как-нибудь, как-нибудь, да. И в общем, все у нас получится. Не зря же вот Вагнер так культивировал эту идею Байройта. Он к этому шел. Вот какой-то алтарь его искусства надо было воздвигнуть. Нужно было что-то эксклюзивное. Потому что Вагнер и эксклюзивность это как бы понятия рядоположные, они родственные. А Верди антиэксклюзивен. Во всех отношениях, во всех смыслах. Мне кажется, что Вагнер не был никогда ни под чьим влиянием. А Верди, как он от этого бы не уходил, все равно в какой-то момент оказался под влиянием Вагнера. Я имею в виду такую сферу, как оркестровка. Потому что пикировались этих два гиганта очень забавно. В то время, когда не существовало обмена мнениями через какие-то социальные сети. Но известно, что Вагнер писал, что у Верди, ну, жиденькие, кантиленкие. И вообще, все, что он пишет, весь оркестр сводится к такому гитарному аккомпанементу голоса. А Верди, при том, что говорил, что Вагнер сумасшедший, и все, что он пишет, написано для сумасшедших, тем не менее, прослеживается вот эта динамика построения, когда вдруг из отдельных дуэтов превращается это все в драматическую сцену, когда оркестр становится сочным, когда он становится ярче. Ваши коллеги-музыковеды считают, что это все произошло все-таки под влиянием Вагнера. И в том, что ведь Вагнеровская опера, это опера-эпопея. Там настолько разные речевые режимы, там действительно, диалоги – это только малая часть романа. Противники Вагнера, они всегда говорят, ну, поскольку Вагнер был не очень адекватный человек, ему было присуще, извините, это не я сказал, это, так сказать, есть, как говорили, есть мнение. Есть мнение, да. Так, в общем, что поскольку он не очень был адекватный человек, он не мог найти четкого решения своей формы. Поэтому существуют повторы, секвенции и так далее, и тому подобное. Это эпопея. Давно не звучала музыка Вагнера, и он может уже на нас обидеться. Предлагаю послушать фрагмент из оперы «Лейнгрин». Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Как он ходит, как он смотрит, как он поворачивает голову. Это идет именно от человеческой натуры, потому что актеры – это люди. И они выносят на сцену свой труд, но основанный на наблюдениях. Актерство Вагнера – это киноактерство, я бы сказала, 20 века. Очень тонкое. Да, 20, вот именно. Это актерство в реальном времени. Музыка идет в реальном времени. Вот они начинают, как сейчас бы сказали, ругаться. Кто угодно, с кем угодно. Вот он с Брунгильдой, Зигфрид с Миме. Начинают ругаться и ругаются. Но если они играют своих персонажей, всегда это схлестнулись две идеологии, два отношения к жизни. Каждый нюанс важен. Как ты нагнулся, как ты посмотрел, как ты рявкнул на партнера. И голос все это переживает в реальном времени. Это эпопея. Это не драма, где все условно. А вот каждая секунда должна быть прожита. Мне так кажется, да, когда ты играешь Вагнера. И ты живешь вот так, как живем мы с вами. И это самое трудное. Да. Я предлагаю, чтобы мы сейчас послушали еще фрагмент музыки Вагнера. А именно вершину, мне кажется, его всего творчества. Вершину всего, что он написал и к чему он шел. На мой взгляд, это все-таки Тристана и Зольда. И вот предлагаю послушать фрагмент. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Получается, что оба-то были антиглобалисты, что Верди, что Вагнер, потому что каждый все-таки отстаивал, прежде всего, свою национальную идею, да? Своё национальное самосознание. Вы знаете, когда мы все время говорим о разности, 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 а вот, все-таки, железны. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, а что это вообще? Давайте найдем общее. Вот сейчас я подумала, они оба отстаивали высшие ценности цивилизации. Их уже надо было отстаивать. Уже на пороге того же самого фашистствующего века, они оба стояли на его пороге, а Верди даже вступил в него чуть-чуть в глубокой старости. Так вот они чувствовали, что эти ценности подвергаются эрозии, что они под угрозой. Любовь, честь, достоинство, бескорыстие. И они пытались избавить людей от заблуждений. Вот я когда слушала недавно от Элла, я подумала, вот ведь великий итог творчества Верди. Его главной темы – заблуждения. Они кругом, они губят людей. А что их погубило еще, кроме заблуждений? Виолетту погубили заблуждения, Жермона губили заблуждения. Они все заблуждались. Ну, кстати, оба, наверное, это звучит тоже. Заблуждались. Вы замечательно, Дина. Я вам так благодарна, что вы сейчас говорили про итог в жизни Верди, а в частности упомянули оперу от Элла, потому что именно звучанием, голосом моего дорогого друга, выдающегося Сергея Лиферкуса, я хочу и закончить сегодняшнюю программу, а именно фрагментом из оперы от Элла Верди. Пожалуйста. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры делал DimaTorzok Дорогая Дина, дорогой Сергей, спасибо вам огромное, что вы были гостями программы «Нескучная классика», героями которой сегодня были два гиганта, два антипода, два соперника, великие Верди и Вагнер. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Мелодии Верди похожи на бодрящее вино, а мелодии Вагнера это дурман и яд. Мы сегодня вспоминали двух гигантов, таких разных и при этом похожих. Но согласитесь, после них не было уже на земле столь верных рыцарей оперного искусства. С вами была Сати «Нескучная классика». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ